здравствуйте здравствуйте меня зовут петербурга я вообще никогда не видела он жил в другом городе и нет и вообще никаких проблем с этим не было и я сейчас выбираю мужчин которые тоже меня очень любят каком смысле это сейчас была шутка юмора но никогда не видел я выбираю мужчин который меня тоже очень это было кажется мало меня очень любила мама меня очень любила я это чувствовала все понял так вот и сейчас у меня всегда был такой своеобразный всегда я знала чего хочу от партнеров тех качеств и находила именно таких людей вот и сейчас у меня человек в отношениях мы живут и в общем то он соответствует всем моим требованиям и очень меня любит но у меня постоянно не постоянно вот спустя год где-то когда уже все улаживается у меня появляются такие сомнения тот ли это человек а может быть она и до кого-то лучше и вроде все нормально мне вот почему-то мне спокойно не живется я думаю это потому что это не любовь или это первое это не любовь вы не любите дальше и такой еще вопрос это может быть связано тем что у меня не было отца я просто не представляю как это жить с мужчиной долго вы знаете нет вы же жили у вас семья то было все равно с мамой тоже вы жили не думаю но то что вы не любите это точно дело в том что вы путаете разные вещи ваши требования ваши ожидания рациональны от мужчины могут идти в разрез с эмоциональными ожиданиями понимаете например а я хочу говорите вы чтобы он носил меня на руках а на самом деле хочу чтобы плевал на меня вообще забыл когда на день рождения потому что я еще люблю поплакать расстроиться и почувствовать себя никому не нужный а головой а наоборот хочу понимаете меня да но я же головой хочу того чтобы меня лучше чтобы меня головой головой любовь это эмоциональная сфера на нерациональная вы не можете любовь каким-то образом сформулировать я хочу любовь я чувствую понимаете я люблю они я хочу это все другое я думаю что были же мужчины вашей жизни которые вас гораздо больше цепляли до которого нравились вот вот это вот вам нравится к сожалению а вот это вы выбираете головой а еще приятель если вы помните был лозунг голосовать сердцем помните а сердце вас в чем тут проблема проблема в том что вы должны привести сердце и рациональное что-то параллельное а пока это все перпендикулярны то есть это и есть проблема невротического характера когда вы думаете об одном хотите другого